Следующее, что хочу показать, это на заметку мамам, солнцезащитное средство от комаров от фирмы OFF, нежная защита во время прогулок и игр на свежем воздухе. Вообще средство здесь идет от 3 лет, нашему малышу нет 3 лет, я попробовала, нанесла на него и действительно средство, которое не вызвало сыпи и ни комары, ни мошки к нему не лезли. У него кремовый достаточно, ну как лосьон для тела, у него консистенция, пахнет травками, не вызывает абсолютно никакого зуда, еще раз повторюсь, ни раздражения, ни покрасений на нашу чувствительную кожу ребенка. Мне нравится, устраивает, пользуемся и хочу сказать, что да, классное средство и стоило в пределах 100 рублей. Следующее средство, пройдусь я наверное по солнцезащитным в этот раз, солнцезащитное средство, я брала его тоже с уклоном для пользования для ребенка, он подходит для детей 3 лет, водостоки для светлой и чувствительной детской кожи. Дело в том, что я хотела взять ребенку от фирмы Le Roche-Posay, либо Avene, либо Vichy, но к моему большому сожалению в ближайших аптеках не было, а заказ с фармкосметикой, как я уже делала раньше, что-то тоже меня не побудило интерес, потому что там у них цена достаточно была очень высокая и солнцезащитное они стоили по 2000 для ребенка, то есть не в маленьком объеме, а что-то побольше. И так как я еще раз повторюсь, в аптеках не было, и потом зашла в аптеку, стояло средство солнцезащитное вот как раз от фирмы Чистая Линия. И фармацевт, она меня просто убедила в том, что в прошлом году, когда им только привезли средства солнцезащитные именно Чистой Линии, все мамочки ринулись покупать и все были в восторге, то что действительно как бы и не было ожогов у детей, и его нужно пользоваться как любое другое солнцезащитное средство через каждые 2 часа, водостойка, нет никакого раздражения на детской коже, я взяла попробовала, сейчас ничего сказать не могу, оно стоит в пределах 400 рублей, так что вот так, вот его объем идет здесь 200 мл, запах тоже у него достаточно такой травянистый, и как любые солнцезащитные средства, сейчас попробую я нанесу, солнцезащитное средство естественно оставляет белую пленку, то есть как бы видите, да, то есть как бы он сразу же не впитывается, и такая знаете белая субстанция, ее нужно втирать в кожу для того, чтобы как-то защитить, а для детей в принципе и втирать не нужно, пусть это будет белая пленка на коже тела ребенка и не сгорит, как бы чем толще слоем нанесем на ребенка, тем мы будем больше уверены, что там не будет никаких ожогов, так что протестирую, и конечно же оставлю либо в пустых баночках, либо скорее всего оставлю в своем инстаграм, на него отзыв уже более подробный, либо может быть отдельно сниму о нем видео, так что вот так вот, следующее, что я хочу показать, это средство, которое я взяла лично для себя любимое, это Корниер Амбасолер масло для интенсивного загара, хочу вам сказать то, что раньше я загорала очень хорошо и пользовалась всегда солнцезащитными средствами, но после рождения сына я заметила то, что стало проблематично именно мне загорать, стало как-то, знаете, либо я сгораю, либо я хожу бледная, то есть какой-то серединки нет, и тоже так же стояла в аптеке, и фармацевт мне сказал, попробуйте данное средство, здесь содержится какой-то СПФ, но при всем при этом кожа будет увлажненная, и вы все равно будете чувствовать, сгорите вы или нет, ну не знаю, посмотрим, протестирую, расскажу, что оно себя представляет, здесь, конечно, написано, что это для очень смуглой, загорелой уже кожи, я еще, как видите, нет, бледненькая вся хожу, но посмотрим, что будет дальше, протестирую также, либо сниму отдельное видео именно о солнцезащитных средствах, и, может быть, расскажу о том, как я готовлюсь к солнечным ваннам, как у меня проходят лены, где-то именно в уходе за телом, для того, чтобы, во-первых, не сгорать, кожа была ровная, увлажненная и красивая, так что вот такое средство, тоже стоило на что-то в пределах 300-400 рублей, но могу сказать, у него аромат такой идет специфический, так вы знаете, вот, ну, у меня аромат, как бы, не скажу, что сильно смущает, но утешает то, что это то средство, которое я буду просто пользоваться на пляже, и, надеюсь, хотя бы комаров от меня будет отпугивать, так что вот так вот, следующее средство, что я купила, давайте сразу же, здесь же, это тоже о чистой линии, это нежное молочко после загара, я его взяла догонку вот к этому средству, успокаивает, восстанавливает, охлаждает, мгновенно впитывается сок алоэ и ромашка, мне его тоже посоветовал фармацевт, сказал то, что в дуэте лучше всего, потому что после того, как ребенка вы привезли там с пляжа, вы наносите именно вот это молочко, оно охлаждает чуть-чуть, и не будет сильного дискомфорта, это, конечно, если он, ребенок, не сгорел, если сгорел ребенок, это, естественно, понтенолом нужно пользоваться, а здесь именно просто для того, чтобы кожа у ребенка не пересыхала, тоже можно им пользоваться, но я, как-то, знаете, сомневаюсь в том, что это можно пользоваться ребенком, так что будем пользоваться для себя, Для ребёнка я буду использовать что-то другое, какие-то детские молочко для тела. Поэтому, знаете, взяла в каких-то эмоциях, и не знаю, что на меня повлияло, что я взяла данное это. Кстати, по-моему, даже не то, что я взяла данное это, я взяла её в дуэте, по-моему, они у меня были, потому что там стояли они вот так вот по отдельности, и было в дуэте. Скорее всего, я взяла её в дуэте, потому что что-то как-то это... Да, я взяла её в дуэте. Потому что именно про отдельное это молочко мне фармацевт прям просто расписывал там, офигеть как. Вот, следующее, что я взяла, это была моя голубая глина. Да, опять моя голубая глина, которую я пользуюсь и зимой, и летом, и весной, и осенью. Нравится то, что я могу её использовать, как я уже говорю, неоднократно и на волосы, и на кожу лица, и на тело, и на зону декольте, где угодно. Она меня спасает от ненужного сейбиума, она сужает поры, она вычищает поры. И, как я уже говорила много раз, глина не подсушивают именно на лице. И если вы пользуетесь глинами, выстраиваете себе какой-то цикл ухода именно глиняные маски, делайте хотя бы раз в два дня, или как вы себе захотите устроить, именно проходить 10-дневный курс, ну, именно нанесения маски на лицо, то обязательно пользуйтесь увлажняющим кремом, потому что глина, она обезвоживает кожу, когда вычищает. То есть она подчистую всё убирает с кожи, и поэтому вот так вот. Следующее, что хочу, ну, давайте уж на лицо начали. Следующее, что хочу показать, это первый раз я взяла вот такой вот пропеллер, салициловый пилинг скатка, два в одном, очищает и выравнивает. Она идёт прозрачного цвета, этот гель скатка, она такая достаточно жидкая-жидкая. Я хочу сказать, то есть, ну, прям жиденькая-жиденькая, такая мутная какая-то прозрачная субстанция. Ещё не тестировала, ещё не пробовала, брала я в пределах 100 рублей, и хочу сказать, отзывы я на неё читала очень хорошие, поэтому думаю то, что мне и супругу должна понравиться, но я надеюсь на это. Конечно, тут салициловая кислота, и она будет немножечко высушивать кожу, но посмотрим, может быть, всё-таки в арсенале она должна быть, пилинг скатка, господи, для того, чтобы, ну, во-первых, была кожа чистая и выравненная. Следующее, что хочу показать тоже для лица, это первая моя маска от фирмы Вилента, Skin Perfisher, освежающая маска с белой глиной, экстрактом яблока и зелёным чаем. Очищает, увлажняет, устраняет следы усталости. Хочу сказать, то что запах у неё такой своеобразный, и консистенция идёт такого густого-густого крема, ладно, густого крема, такого, знаете, и я не могу понять, то есть, как бы сказать, что здесь содержится какая-то глина, я ещё не поняла. Один раз её нанесла, но не продержала то время, которое нужно было, залезла в ванну и смыла. Ну, а так, всецело, я могу сказать, что как бы она приятная к коже, и, знаете, она такая своеобразная, она мне что-то напоминает, какой-то, знаете, вот, она мне напоминает цинковую мазь, да, консистенция, она напоминает мне цинковую мазь, пахнет тоже травками, и здесь нам производитель говорит то, что содержится каолин. Ну, каолин, по-моему, он сепарирующее средство, насколько мне известно, если нет, то поправьте. Стоила она в пределах 140 рублей, не знаю, посмотрим, тоже ставлю отзыв свой, либо отдельно, либо в пустых баночках, так что как-то вот так вот. Вот, следующее, что хочу показать, тоже для лица, очередная моя покупка мицеллярной воды от фирмы Гарниер, розовая, покупала я, буду покупать, пока что ее, пока она меня устраивает, пока мне нравится, мне нравится то, что она действительно удаляет макияж, и в те дни, когда я даже не пользуюсь макияжем, я просто прохожу ватным диском по лицу именно с мицеллярной водой, а потом делаю свой дальнейший уход. Она мне нравится, мне нравится то, что она не щиплет, мне нравится то, что после нее нет какой-то особой липкости, мне нравится после нее, как выглядит кожа, она успокаивает, если есть покраснение, она успокаивается, то есть, знаете, как-то нормализуется, СПХ баланс на коже, и мне комфортно, и пока что она не высушивает мне область вокруг глаз, вообще в планах есть попробовать какие-то другие мицеллярные воды, но пока взяла ее, и в принципе мне нравится, следующее, что взяла, купила это опять в очередной раз мыло Детол, здесь я взяла уже антибактериальное с алоем, молочными протеинами, как я уже говорила, фирма Детол, именно мыло для рук меня устраивает, мне нравится в них все от аромата, и как после себя, так что вот так, мне нравится данное мыло, и могу его вам смело советовать, следующее, что хочу показать, это уже средство для волос, это шампунь от Гарниер, Ультрадокс, это их новая серия маслами какао и кокоса, оно идет для сухих и непослушных волос, питает, делает непослушными волосы шелковистыми, что могу сказать, этот шампунь, который замечательно промывает масляные маски, несмотря на то, что здесь содержится масло, для того, чтобы промыть волосы, вот допустим мои волосы, я пользуюсь им на два раза, то есть дважды нужно намыливать волосы и смывать, он замечательно подходит для ежедневного применения, волосы он не пересушивает, но так как у меня еще сын его немножко разлил, когда я им пользовалась, могу вам сказать так, что аромат, который здесь присутствует, а он здесь присутствует не то, чтобы кокосом, больше я могу сказать, что это какой-то смешанный, какао-кокос, замечательно держится, замечательно пахнет, когда размыливается, немножко держится потом на волосах, но потом быстро улетучивается, могу посоветовать, в принципе, хорошо, еще раз повторюсь, смывают масляные маски, хорошо им можно промыть волосы, использовать можно каждый день, и не пересушить он так сильно волосы, как мог бы, но сказать то, что прям это вот то средство, которое бы я побежала и купила, наверное нет, я им попользовалась, какое-то мнение у меня осталось, но рука у меня сильно к нему не тянулась, потому что минус это то, что он очень сильно жидкий, и когда его наливаешь в руку, он просто течет по ней, и как бы, ну не весьма приятно, и большая часть уходит в канализацию, но так всецело, почему бы нет, цена, качество, объемы, то этот объем его стоит, по-моему, около 200 рублей, по-моему, он стоит, а есть и дешевле, за 400 миллилитров, почему бы нет, особенно сейчас в летний сезон, когда мы просто, ну лично у меня всегда, именно уходовые средства за волосами, они всегда текут рекой, а летом с усиленной силой, вот, следующее средство, это шампунь от Гарниер, тоже Ультрадокс, это шампунь восстановления питания, масла, авокадо и карите для поврежденных, секущихся и сухих волос, ну, я вот такие вот шампуни, вообще считаю, что это те шампуни, которые должны быть под рукой, в ванной комнате, это те шампуни, которыми мы смываем какие-то масляные маски, это те шампуни, когда мы, если вы любительница делать масок, думаю, такие шампуни, какие-то из бюджетного сегмента, они должны присутствовать для того, чтобы, ну, хотя бы просто смывать маски, которые можно использовать каждый день, если вы пользуетесь укладочными средствами, то есть это те средства, которыми замечательно можно просто смыть, именно сепиум с головы, какие-то укладочные средства, я знаю, что многие девочки, именно на Гарниер Ультрадокс для окрашенных волос, она такая красненькая серия, у них идет с клюквой, многие девочки, кто окрашивает волосы, они ругаются на то, что именно тот шампунь, он провоцирует смывку цвет волос, именно краски с волос, могу сказать то, что красные я брала, и да, действительно, что тот красный, что именно с авокадо вот этот, что с кокосом, могу сказать то, что здесь, наверное, содержатся какие-то более серьезные именно павы, которые, да, активные компоненты, именно мылящиеся, которые просто хорошо промывают ваши волосы, поэтому это средство, именно гарнировские шампуни, я их использую для того, чтобы смывать масляные маски, в принципе, они меня устраиваются, на качество, объем, я довольна, и какие-то более серьезные надежды, я всегда возлагаю на какие-то другие шампуни, а это у меня просто средства, которыми я просто смываю, грубо говоря, грязь с волос и все. Следующее, что у меня была совершена покупка, я не знаю, кстати, почему я совершила данные покупки, это опрометчивый шаг, который я совершила, но это было аж две маски от фирмы Glyscore, их объем идет 200 мл и 200 мл. Начну я, наверное, вот с этой вот, с фаулетовой, такая вот гиалурон-заполнитель, маска уход-глубокое заполнение для сухих, ломких и тонких волос. Они небюджетные, то есть они стоят около 400 рублей, эта масочка одна. Почему я ее купила? Вообще, начнем с того, что, как, наверное, многим девушкам, нравятся запахи фирмы Glyscore, они очень такие своеобразные, они интересные, они красиво раскрываются на волосах. И то, что компания Шварцков именно на шампунях Glyscore и уходах от Glyscore, они очень красиво пишут, что станет с вашими волосами, если вы попользуетесь данной серией. Вот на это я и купилась. Но могу сказать, что вот этот вот гиалурон-заполнитель, но нет вау-эффекта после его использования. Здесь я его использовала дважды, то есть я использовала ровно половину. Его нужно достаточно много на ваши волосы, он достаточно такой густой, кремообразный. Но при всем при этом я хочу вам сказать то, что он какой-то, знаете, я не могу сказать то, что он силиконистый. Меня в этом в нем и привлекает. То, что в нем содержится не так сильно много силиконов, которые заполняют ваши волосы. И волосы не так сильно высушиваются от этого силикона. И поэтому вот я его использовала даже не как маску, а как просто бальзам для волос. Взяла я две разные, хочу вам сказать, вот это здесь у меня экстремальный ойл эликсир, маска Уход Глубокое Питание для сухих и ослабленных волос. Я их брала больше всего на летние, вот именно сейчас на лето, ну на начало лета, на июнь месяц, для того, чтобы просто их использовать как бальзамы. Более-таки, знаете, как скажем, ну, более активные бальзамы, да, такие более непитательные. Но вот этот вот именно гиалрон-заполнитель, я не могу сказать, что это какой-то вау-эффект, но и неплохо. То есть, если бы мне сказали, взяла бы ты его еще вместо бальзамы, я бы сказала, да. Но единственный минус у этой маски, это, естественно, ее цена. Если есть на скидках, если увидите, то можно взять попробовать, потому что, еще раз повторюсь, запах мне очень сильно понравился, прям очень. Отдельно я, наверное, сниму видео о своих масках, и мое мнение о них, там будут и профессиональные маски, и обычные. Следующее, это у нас тоже глискур, как я уже говорила, это восстановление волос компонентом жидких кератинов. Здесь я хочу вам сказать, я тоже его вот воспользовалась уже сколько-то раз, по-моему, раза три я здесь попользовалась. Могу сказать, что здесь содержатся какие-то мельчайшие золотые частички, и после вот именно вот этой вот маски волосы лучше поблескивают, нежели от гиалурона. И после вот этой вот маски, здесь чуть больше содержится силиконов, и они, видимо, обволакивают волосы. Ну, либо силиконы, либо масла, как говорит производитель. Но вот эта мне понравилась чуть-чуть больше, чуть-чуть, незначительно, но чуть-чуть. И вот эта вот маска немножко уступает вот этой вот. Но могу сказать то, что, как бы, в принципе, тот же самый аромат, та же самая текстура, это чуть гуще, ее нужно посильнее наносить, распределять по волосам. Но, как я уже говорила, то, что я все маски, все бальзамы наношу с помощью расчески пластиковой, которую купила Фикс Прайс. И тем самым, собственно говоря, каждый волос получает свой кусочек маски. Неплохая маска, еще раз говорю, цена на нее завышена, но так всецело, могу сказать, неплохо. Вот, более подробно я, наверное, уже как-то, знаете, устаканится мнение о данных продуктах, именно масках. Я сниму отдельное видео, потому что количество масок у меня, ну, приличное, могу сказать так. Так что вот так, девочки, это были все мои покупки. Я, скорее всего, разделю это видео на две части, потому что оно очень получается длинным. Так что, если вы досмотрели вторую часть вот этого до конца, я вам говорю большое спасибо, что вы были со мной, большое спасибо. Если вам понравилось данное видео, вы поставили лайк. Большое спасибо, если вы подписываетесь на мой канал, мне это вдвойне приятно. Спасибо за ваши комментарии, спасибо то, что вы со мной. Также не забывайте подписываться на меня, не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылку оставлю здесь. Берегите себя и своих близких, а я всех люблю, целую. С вами была ваша Ира, до новых видео, всем пока-пока.